Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня моё видео больше всего заинтересует женщин. А тема такая. Как убрать морщины вокруг глаз, на лбу и вообще на лице? Роль коллагена, тонкая кожа, старение лица. Отчего возникают морщины и снижается тургор кожи? Как замедлить старение? А это возможно? И можно ли из грубой морщинистой кожи сделать более гладкую, молодую? Печень, гормон роста, стрессы, солнце, вода, голодание, сахар, еда, крема. Итак, поехали. Стареют все люди, и кожа стареет у всех. Но у одних людей стареет быстрее, а у других медленнее. И на это есть совершенно объективные причины, даже если вы их не понимаете, не хотите думать о них или думаете, что эта разница в старении обусловлена только генетически, для самоуспокоения, мол, от меня ничего не зависит. Это не так. Нет, конечно, от вас зависит. Почти всё. Это старение кожи зависит от среды обитания и жизни человека. То есть от его питания и образа жизни. Как это старение происходит? Как появляются морщины? Постепенно уходит подкожный жир, уходит вода, кожа становится тонкой, происходит потеря коллагена. А связки, которые соединяют кожу с мышцами, атрофируются, уменьшаются. Так появляются крупные морщины и складки. К примеру, под шеей есть облегающая мышца платизма. Когда она дряхлеет, кожа отвисает на подбородке. И люди говорят, что появляется как бы второй подбородок. Ну, а у кого-то и третий. Когда человек толстеет. Причина морщин – это окисление жиров и белков. Это и курение, избыточное пребывание на солнце, когда оно слишком избыточное. Это, безусловно, химия в пище и в макияже. Внимание, это одна из главных причин. Ужас, какая глупость, которую мода вбивает в подсознание чуть ли не каждой девушке с молоду. Мой вам совет – не гадьте свою кожу макияжем с молоду. Помните, может быть, вам хоть противно станет, откуда эта мода пришла изначально. Кто не знал, скажу. От вуалирования проблем с кожей у проституток еще в 19 веке из-за сифилиса и прочих венерических болезней. То есть, чтобы их клиенты не видели, что они заражены. И, по сути, гниют заживо. Кожа стареет из-за многих лекарств, антибиотиков, из-за быстрых углеводов, то есть сахаров, из-за стрессов, из-за сухого и жаркого или, напротив, очень морозного воздуха. Но это в меньшей степени. От дефицита питательных веществ, в первую очередь, некоторых жирорастворимых витаминов и жирных кислот, однозначно. Конечно, из-за дефицита кислорода в тканях. Но сейчас я поясню вам все более подробно. Внимание, взаимосвязь трех важнейших для кожи веществ. Первое. Гликозаминогликаны, или сокращенно ГАГ. И это вещество обеспечивает нашу кожу водой, помогает восстановить коллаген. Оно отвечает за упругость и здоровье нашей кожи в целом. При дефиците ГАГ кожа обвисает, и из нее уходит вода. И, кстати, не только из кожи, а еще, например, из межпозвонковых дисков. Тогда и кожа сильно стареет, и обычно при этом начинаются еще и проблемы с позвоночником. Нехватка ГАГ однозначно, когда вы с возрастом как бы высыхаете. Говорят, человек становится ниже. Это ненормально. И это происходит, теперь вы знаете об этом, именно из-за дефицита ГАГ. Но как тогда быть? Так вот, есть только один натуральный способ, как заставить организм повысить выработку этого вещества в организме естественным путем. Для этого надо поднять второе важное в этой цепочке вещество. Инсулиноподобный фактор роста, или сокращенно ИПФР1. А этот гормон производится печенью. И пока печень здорова, она производит этот гормон в норме. А теперь третье звено в цепочке. Гормон ИПФР1 контролируется гормоном роста, ГР. А это гормон не только роста, но и молодости. Видите, какая здесь тройная взаимосвязь. А в организме все связано между собой. И об этом все мои лекции. Они также связаны друг с другом воедино. Поэтому я и рекомендую, не теряя драгоценное время, а приобретая его, смотреть все мои лекции и учитывать эту информацию. Принимать гормон роста как добавку я не советую. Так как он синтетически может провоцировать рост раковых опухолек. У кого этот процесс превалирует над разрушением раковых клеток. Напоминаю, что каждый день и каждый час у каждого человека и образуются, и уничтожаются нашей иммунной системой раковые клетки. Так вот, гормон роста может стимулировать синтез раковых клеток в большей степени, чем организм сможет побороть. Это возможно, поэтому не надо рисковать. А вот создать предпосылки для естественного синтеза нашего гормона роста, который вырабатывает сам наш организм, это другое дело. И вот создать предпосылки, чтобы он у нас начал синтезироваться, это главная наша задача. Гормон роста должен вырабатываться всю жизнь. Он нужен не только для роста ребенка. Он нужен и для многих задач. В том числе он является гормоном молодости и в том числе кожи. С 25 лет наш организм его синтезирует все меньше. И нам нужно убрать те факторы, которые замедляют его естественный синтез. А это в первую очередь, дорогие товарищи, сахар, глюкоза, фруктоза. Это малая физическая активность, недостаток физработы. Это недостаток таких аминокислот, как аргинин и трептофан. Это обжорство. Выработка гормона роста активируется при голодании. Кстати, хотите, чтобы я снял видео отдельное о гармонии роста, где бы рассказал о нем все, что нужно знать простому любому человеку? Тогда напишите под этим видео, что вам это интересно и мне стоит сделать об этом видео. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря. Может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Да, напоминаю, у меня есть еще два канала. Это Жизнь на земле и новый канал, который буквально на днях открыли по продуктам. Открыл я его, потому что не всем людям интересна информация о моих продуктах и товарах, к сожалению. Тем не менее, и поэтому я решил сделать отдельный канал для показа наших продуктов, товаров, приборов. Кому это будет интересно, я советую этим людям подписаться на этот мой новый канал. В любом случае, ссылки на эти два моих других канала на ютубе есть в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь давайте по пунктам. Как стимулировать синтез гормона роста и ЭПФР1, а значит и ГАК, убрать морщины и вообще улучшить кожу. Сейчас я перечислю и поясню вам 10 факторов. Именно эти факторы и повысят эти гормоны и вещества, и будут омолаживать вашу кожу и сдерживать ее старение. Итак, первое. Необходимо снизить инсулин в крови, убрать сахара из рациона вашего питания. Помните, чем больше инсулина, тем меньше у вас гормона роста. А если у вас есть инсулинорезистентность, к сожалению, у большинства людей есть это состояние, то у вас всегда повышен инсулин или тем более, если у вас сахарный диабет второго типа, а это всегда вызывает проблемы с коллагеном и с кожей. Инсулинорезистентность провоцирует выработку большого количества гормона инсулина. Изначальный провокатор выработки, конечно же, сахар. Как для многих это и не было бы прискорбно, но сахар враг номер один для вашей кожи. То есть нужно убрать сахар из рациона вашего питания и вообще все сладкое на вкус в идеале. Понять эту тему вам помогут следующие мои видео. Инсулинорезистентность. Калории. Почему нам всегда хочется что-то есть. Вот что будет, если вы уберете эти продукты из рациона питания. И моя лекция про кетопитание. Итак, если вы хотите дольше оставаться молодыми, надо исключить из рациона питания сахар. Помните, что из всех продуктов, съеденных за сутки, сахара в них не должно быть более 25-30 грамм. Речь идет про глюкозу и фруктозу. И неважно, синтетические эти продукты, о них и речи нет, или натуральные. Вот это главное условие. И, конечно, нужно стимулировать выработку гормона роста. Во-первых, его стимулирует аминокислота аргинин. Ее в питании должно быть достаточно. А усиливает выработку гормона роста благодаря аргинину другая аминокислота, трептофан. Так вот, для этого был разработан специальный конопляный протеин. А с повышенным содержанием аргинина и трептофана, вот этот, 4 в 1. Под этим видео будут ссылки, кто захочет приобрести. Ну и, конечно, стимулируется выработка гормона роста другими мерами, о которых я расскажу вам далее. Слушайте. Второе. Вода. Старение кожи идет, конечно же, из-за потери, в конечном счете, воды. Поэтому и снижается тургор кожи. Очень важный здесь фактор не просто вода, а водородная вода. И в достаточном количестве. Вода, конечно, основа жизни, как и кислород. Все биохимические реакции и процессы в организме идут только в водной среде. Вода это и универсальный растворитель, и переносчик всех питательных веществ. Но не вся вода полезна. И об этом у меня на канале очень много видео. И вот главные из них. Но помните, что только вода является растворителем, а если между молекулами воды уже что-то растворено, и это какой-то напиток, морс, квас, неважно, то это уже не растворитель. Не делайте огромных ошибок. Пейте только воду, но в крайнем случае, если требуется, на пары на определенных травах. Никакого кофе не пейте. Оно очень вредно для кожи. А что же касается водородной воды, то вот это видео непременно посмотрите. Хотя бы вот это, последнее на данную тему мое видео у меня на YouTube-канале. Третье, нужно улучшить качество сна. И спать достаточно, высыпаться, вставать лучше, рано и ложиться рано. Можно, конечно, и днем немного поспать. В общем, для молодости кожи надо хорошо высыпаться. Это факт. Вот в помощь вам мое видео «Крепкий здоровый сон». Четвертое, необходимо убрать стрессы и снизить гормон кортизол. Это фактор старения. Он заставляет белки кожи, коллаген, превращаться в сахар. Кстати, кто не ест сахар, ну почти не ест ничего сладкого, более стрессоустойчив. Помните, стрессы ухудшают сон и понижают ГАГ. Пятое, физическая работа. Очень важна для молодости кожи. Самая лучшая работа – это работа на земле. Работа с огородом, садом. Но как искусственные заменители естественного, можно и иные занятия. Велосипед, велотренажер, пробежки, быстрая ходьба на свежем воздухе. Упражнения на все группы мышц, физзарядка, они повышают гормон роста и инсулиноподобный фактор роста. Тем самым, массажи лица тоже хорошо. Высокоинтенсивные тренировки очень важны в сочетании с отдыхом, конечно же. Шестое, никакого алкоголя и табака, разумеется. Страшный враг для кожи курева. И эта курева обязательно скажется. И скажется лавинообразно. Да, старение не у всех идет, кто курит сразу. Бывают те, кто шмолит по много лет, а вы приводите примеры, вот мол, ведет нездоровый образ жизни, а кожа какая, мол, лучше, чем у меня. Выглядеть такой человек хорошо может, потому что на то есть другие какие-то причины. Радуйтесь за них. Но за все придется платить рано или поздно. И у таких людей старение кожи произойдет практически в один миг, стремительно, очень быстро. И, конечно же, один из главных врагов кожи это проклятый алкоголь. И не важно в каких напитках он находится, как они называются. Про алкоголь у меня есть несколько видео на канале, но скоро я хочу сделать такой монументальный труд. Это будет длинное видео, но очень важное, очень. Для прозрения многих людей, молодежи, в первую очередь. Седьмое. Печень. Необходимо улучшить работу печени, восстановить ее, укрепить. Тут, конечно же, допустимы разные добавки натуральные. Зелень, дикоросы, расторопша, корень одуванчика. А если у вас уже есть пузо, то это значит, что у вас точно жирная печень. Именно печень производит и ПФР-1. И с возрастом ее состояние ухудшается. Еще раз. Если у вас есть пузо, значит у вас жирная печень. То есть имеются дисфункции. И тогда желчи у вас не хватает. Желочь очень важна для кожи. Каким образом? Она растворяет и выделяет из жиров жирорастворимые витамины, жирные кислоты. А если у вас нет желчного пузыря, значит вам не хватает жирорастворимых витаминов и жирных кислот. При нехватке желчи в организме у вас присутствует вздутие, вас пучит, может быть отрыжка, боль в правом плече, верхней трапециевидной мышцы. И это характерные симптомы проблем с печенью. И соответственно с нехваткой желчи. Тогда вам стоит потреблять для нормализации работы вашей печени желчные соли. Они продаются, купить их можно. А вот вам в помощь мои видео о печени. И о том, как вам самим определить, что у вас точно есть проблемы с печенью. Восьмое. Интервальное голодание 6-18 и процесс аутофагии. То есть самоочищение на клеточном уровне. Да, интервальное питание или интервальное голодание стимулируют выработку гормона роста и инсулиноподобного фактора роста 1. Интервальное голодание запускает аутофагию. Тут опять есть взаимосвязь. Поэтому обязательно посмотрите вот это мое видео. Интервальное голодание. И почему нам нельзя есть после 16.00. Пару слов о лечебном длительном голодании. Может быть вы слышали 21 день, 30. Так вот действительно такое голодание усиливает антиоксидантную защиту. Усиливает аутофагию, снижает окислительные процессы. Повышает и очень сильно повышает гормон роста. Это хорошо. Но к такому голоданию нужно правильно подготовиться и не допустить тех ошибок, которые допускают многие люди. В этой связи посмотрите непременно вот это мое видео про лечебное очистительное голодание. Девятое. Для молодости кожи очень нужны витамины, в первую очередь жирорастворимые, такие как А, К2, Д3. Очень важен витамин Е. Очень важны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Все это есть, например, в яичных желтках. Но только категорически не ешьте промышленные химические яйца. Почему об этом я говорил в своем видео? Яйца за и против вред и пользы яиц и во втором своем видео о яйцах. Это есть и в сливочном масле. Но только, если уж будете есть, то биоорганическое и только от коров травяного от корма в летний период. Когда они на свежей траве масло, кстати, можно замораживать, и полезные свойства не будут теряться как минимум год. Хлорелла и спирулина, эти водоросли тоже содержат очень много, в том числе жирорастворимых витаминов. Но печень трески, хотя и содержит, но по этическим соображениям я не советую, а вы уж смотрите сами. Конопляные очищенные семена очень ценный в этом смысле продукт. Вот он. Ну а масло, в первую очередь, льняное и, конечно же, органовое, потому что в нем рекордное количество витамина Е в гамма и его модификации, что очень важно для кожи. И, кстати, те марокканцы, те берберы, которые потребляют исторически с детства до самой смерти органовое масло, ну, которые его и добывают, и, соответственно, продают, выглядят гораздо моложе своих соплеменников, ну, представителей тех же берберов, но которые не живут в зонах произрастания органовых деревьев. Органовое масло от профессора Хусейна, лучшее в мире, вы можете приобрести, вот по ссылочке будет под этим видео ссылка. Конечно, важны и минералы, в первую очередь, сера для молодости кожи и многие другие нутриенты. Тут достаточно учесть мои общие советы, мои рекомендации с прошлых моих лекций. И посмотрите вот это видео про омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Ну и десятое, последнее. Не ешьте много белка. Белок высокомолекулярный, вообще не нужен. Посмотрите в этой связи мои видео, первое с таким ироничным названием «Мясо надо есть», поймете, что я имею в виду, я четко там все доказательно аргументирую. И второе видео мое в этой связи «Раздельное питание». Если захотите, вот это старое мое видео «9 причин болезни». Кстати, помните и о том, что белок тоже стимулирует выработку гормона инсулина, а не только сахара, как большинство людей полагает. А низкомолекулярные белки практически не стимулируют поджелудочную железу к выработке инсулина. Дополнительно несколько советов. Продукты с антиоксидантами важные. Это брокколи, проростки брокколи. Вот это мое видео, посмотрите. Это проростки амаранта. Это различная зелень, вообще любая. И, конечно же, дикоросы. У меня есть целый плейлист на моем YouTube-канале о пользе дикоросов. Важнейший витамин С. Самый лучший органически концентрированный витамин С, вот этот. Витамин группы В, особенно витамин В3 в этой связи. Кстати, его много в хлорелле. Магний жизненно необходим и не только для нашей крови, для гемоглобина, но и для кожи. Опять-таки, зелень, дикоросы, очень важен минерал цинк, водоросль фукус и уникальная форма железа синтезит. Вот этот новый синтезит. Ну а теперь, кто дождался до завершения видео про крыма и лосьоны, то есть стимуляцию кожи снаружи. Конечно, важно питать кожу изнутри, поскольку 80-90% питания кожи идет через кровь, так как кислород и питательные вещества передаются нашим клеткам, в том числе клеткам кожи, формирующим кожу, именно через эту нашу соединительную ткань, кровь. Различные крыма, лосьоны, они не действуют. Разве что есть исключение, содержащие определенные вещества, которые проникают через наружные покровы кожи в глубинные слои и заставляют регенерировать клетки кожи. Об этом революционном продукте, об этих нобелевских открытиях, на основе которых был создан этот уникальный крем, вот два моих видео. И, кстати, насчет этого крема, Нобельбад Матрикс, ссылка, конечно же, как всегда, на него будет в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Нажмете, попадете на страничку и прочтите данную информацию. Кому, конечно же, это будет интересно. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Продолжение следует...